Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сам же статус многодетной семьи и предоставляемые льготы распространяются на всей территории России, вне зависимости от места проживания. Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по очной форме обучения. Глава Карачаева, Черкесия, Рашид Темрезов поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Петровича Солнышкина, которому исполнилось 104 года. В 22 года Афанасий Петрович был призван на фронт, где служил в составе 77-й стрелковой дивизии 239-го артиллерийского полка. В должности командира разведки участвовал в битве за Кавказ в одном из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Героически освобождал от немецко-фашистских захватчиков Крым, Севастополь, Симферополь и Калининград. В боях ветеран был несколько раз ранен, но это не помешало ему дальше сражаться за светлое будущее нашей страны. За свои боевые подвиги Афанасий Петрович награжден Орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Орденом Красной Звезды, Медалью за оборону Кавказа, а также юбилейными медалями. От всей души желаю нашему дорогому ветерану крепкого здоровья и безграничного счастья в окружении родных и близких. Спасибо Афанасию Петровичу за мир и свободную страну. Низкий поклон за Великой Подвиг, говорится в обращении главы Республики Рашида Темрезова. В 19-й гимназии города Черкеска прошло общегородское родительское собрание, на котором до представителей будущих выпускников была доведена информация о правилах сдачи в 2024 году государственной итоговой аттестации. Какие действия могут привести к отчислению с экзамена, об этом и многом другом в сюжете корреспондента Артура Мхце. Сегодня мы попросили вас прийти на общегородское родительское собрание для того, чтобы ознакомить вас с порядком проведения государственной итоговой аттестации 2024. С 1 сентября прошлого года в России начали применять новый порядок проведения государственной итоговой аттестации по школьной программе. Чтобы введенные новшества не стали для без пяти минут выпускников и их родителей неприятным сюрпризом, представители образовательных ведомств организуют собрание, где рассказывают обо всех нюансах тех или иных требований. Так, ранее в Карачао-Черкесии были проведены встречи с самими учащимися, на которых молодежи детально разъясняли порядок сдачи предметов. Впрочем, школьники и в прошлые годы знали, что можно и чего нельзя делать на экзамене. Тем не менее, имели место нарушения, приводившие к кардинальным решениям, в том числе к отстранению от аттестации. Школы города Черкеска с сентября месяца проводят широкую информационно-разъяснительную работу с выпускниками, проводят классные часы, объясняют правила и требования в период ЕГЭ, а также проводят тренировочные мероприятия по заполнению бланков, чтобы не возникло никаких проблем во время проведения ЕГЭ. Когда мы с вами общаемся напрямую, то у вас есть возможность задать те вопросы, которые вы, может быть, стеснялись спросить, когда проходили родительские собрания. Может быть, они у вас возникли чуть попозже после собрания. Поэтому у вас сегодня есть возможность задать все вопросы, чтобы проведение государственной итоговой аттестации для ваших детей, для выпускников школ прошло в штатном режиме без сбоев, чтобы все выпускники получили по итогу аттестат за курс среднего общего образования. Когда необходимо окончательно определиться с выбором дисциплин для сдачи экзаменов? За что высока вероятность быть отчисленным с аттестацией? Когда можно пересдать предмет? Кому-то из родителей данные на этот раз разъяснения наверняка пригодятся. Впрочем, в век информационных технологий обо всем можно еще раз ознакомиться на официальных ресурсах Федерального образовательного ведомства. Артумовцы, Алибастанов, Вести, Корчаев, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью до 14 градусов мороза, днем 0-2 и на дорогах гололедится. Выставка форума «Россия» на ВДНХ продолжает привлекать к себе все больше жителей и гостей Москвы. Концепция выставочного стенда Карачаева-Черкесии представлена под тематическими названиями «Ближе к звездам, ближе к горам, ближе к людям». Чем удивляет посетителя экспозиция Карачаева-Черкесии в репортаже Аллы Динаевой. Выставка форума «Россия» на ВДНХ в Москве – это наша большая страна в миниатюре. Колоритный и увлекательный стенд Карачаева-Черкесии продолжает знакомить гостей выставки с нашим регионом. В эти дни посетители могли прикоснуться к народному декоративно-прикладному искусству. Два дня мастер-класс традиции гор по изготовлению вылочных изделий для гостей провела творческая семья ремесленников Узденовых. Глава семейства известный не только в Карачаево-Черкесии, но и на Северном Кавказе художник-прикладник, изготавливающий керамические вылочные изделия Амин Узденов. Свой первый, правда, миниатюрный двухсторонний карачаево-балкарский кииз – ковер – изготовила Татьяна из Удмуртии. Карачаево-балкарский двухсторонний ковер, который старину вделили на пол, на земляной пол, который не проходил через него, был он огромный, три на шесть, и результат был очень интересный. Желающих познакомиться с техникой войлока было немало. Этот вид искусства в последние годы переживает свой ренессанс. Ирина из Санкт-Петербурга тоже попробовала свои способности в оляне войлока. Я люблю Кавказ, я люблю горы, я часто там бываю. Также мне показалось интересный мастер-класс, не просто делать поделку, а сделать свой собственный ковер. Такого я нигде не видела. Хочется попробовать, сделать что-то новое и пообщаться с интересными людьми. Музыкальный мастер-класс от семьи Кирбижевых из Хабецкого района прошел на ВДНХ в рамках работы Всероссийского семейного форума «Ротные любимые». Зулета Кирбижева и трое ее детей рассказали гостям экспозиции о музыкальном искусстве народов Карачева-Черкесии, продемонстрировали традиционные национальные инструменты, исполнили старинные мелодии и их современную интерпретацию. А семья Евдокимовых из Ост-Джигуты участвовала в форуме «Ротные любимые» в конкурсе «Династия России» семейное шоу талантов «На все руки мастер». Об истории кавказских танцев, которые являются неотъемлемой частью культуры региона и отражают богатство и разнообразие народов, проживающих в гостеприимной Карачева-Черкесии, рассказали посетителям. А солисты Театра танца Государственной филармонии нашей республики, заслуженный артист Карачева-Черкесии Азамат Ионов и Анна Качкарова исполнили несколько танцевальных композиций, которые завораживают грации. К самобытной культуре народов Кавказа интерес растет, а после выставки «Россия» знающих и желающих лучше узнать богатейшую духовную культуру, традиции, историю народов, проживающих в Карачево-Черкесии, несомненно, станет только больше. Алла Динаева, Вести, Карачево-Черкесия, Москва. На лыжах и сноубордах отметили Всемирный день снега в Архазии. Для любителей активного отдыха организовали соревнования. Участие приняли как взрослые, так и дети. О том, как проходили соревнования, расскажет Дарья Тендит. По-настоящему зимняя атмосфера встречала гостей курорта Архыз. Лыжники всех уровней приезжают сюда, чтобы отдохнуть и получить массу положительных эмоций. Соревнования, приуроченные ко дню снега, проводились на зеленой трассе «Восток-1». Чтобы добраться к месту старта, участникам предстояло подняться при помощи кресельного подъемника. Традиционно предпоследнее воскресенье января отмечают День снега. Как раз на улице Метелица, Белоснежная трасса, отдыхающие, вооружившись лыжами и сноубордами, отправляются к месту старта для того, чтобы участвовать в любительских соревнованиях. Участники соревнования взрослые и дети от трех лет. Максим и Сергей, преодолев огромное расстояние, приехали в Архыз и отметили День снега участием в соревнованиях. Сами они и столицы, и по сложившейся традиции на протяжении 10 лет выезжают в горы зимой. Катаются на лыжах и сноуборде. Любители активного отдыха ежегодно принимают участие в различных соревнованиях. И эти стали не исключением. Очень положительные впечатления. Мы катались постоянно на розах утре, ездили. Да, там разнообразие трассы очень большое, но здесь что-то новенькое, прям суперкурорт. Широкие трассы, народу не очень много. Мне кажется, это труднодоступный вид спорта, потому что до него надо добираться. Из Москвы расстояние тоже там 1700 километров. Ну, сюда труднодоступно и интересно. Участники уже начали веселые старты. И совсем скоро мы узнаем, кто из них стал самым сильным. Ну а пока узнаем о настрое тех участников, которым только предстоит пройти путь. Михаил и Денис из Пензы участвуют в соревнованиях первый раз. Для них это новый опыт, поэтому они тщательно подготовились и готовы показать отличные результаты. Какой у нас трой вообще? Выиграть обязательно. Бодрый, конечно. Конечно. Он же меня довезет, я как бы не переживаю. Ну, если он упадет, я его на плечи возьму и довезу. На самом деле курорт, третий раз сюда ездим кататься. Даже если сравнивать с Донбайем, с Эльбрусом, нам вот здесь больше нравится. Нам нравится здесь, да. Мы там и там были, и поэтому третий раз уже сюда приезжаем. Здесь реально классно. Приезжаем третий раз и четвертый, я надеюсь, тоже приедем. Забавы популярны, но спуски коварны и опасны. Поэтому организаторы мероприятия обеспечили участникам комфортные условия безопасности. Соревнования проходили без нарушений травм. Ежегодное мероприятие собирает массу восторженных отзывов, и приток участников возрастает. В этом году более 60 любителей горнолыжного спорта смогли попытать удачу. Силами сотрудников организации архивный парк мы это осуществили. Непосредственно это был судейский состав, сустав, фиксирующий количество участников. Номера участника присваивались каждому. И, соответственно, выставлялись время по результатам проезда. Гости курорта разных в катании возможностях, то есть и опытные, и дети, маленькие дети, то есть и те, которые недавно встали на лыжи, то есть они могли попробовать себя в качестве маленьких спортсменов. Торжественная церемония награждения проходила на главной сцене. 15 призеров разных возрастных групп получили приятные и ценные призы от курорта и партнеров мероприятия. Пятилетний Прохор из Симферополя – самый маленький участник соревнований. Катается он всего лишь неделю, но уже занял почетное второе место. Поддерживали его родители и старший брат, по стопам которых Прохор начинает свою спортивную карьеру. Расскажи, страшно не было тебе? И все ли у тебя получилось? Да. Расскажи, какое у тебя вообще настроение? Ты рад, что ты победил? А дальше будешь заниматься? Да. Когда дети любят это, нравится, то и желание их отпускать есть, пробовать себя. Хорошая организация, молодцы, спасибо большое. Празднование Всемирного дня снега в Архызе традиционно прошло весело и задорно. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия, Архыз. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма с Клифосовский. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!